В минувшие выходные на въезде в город кипела работа по покраске стеллы в цвета национального флага. В субботник решили провести члены самообороны города Энергодара. Участники акции в первую очередь хотели показать, что город Энергодара является частью единой целостной Украины. Мы хотим показать на въезде в городе, что Энергодар это украинский город. Мы хотим его перекрасить в наш цвет флага. Это инициатива. Многих наших бойцов уже давно подходили. Все смотрят интернет, телевизор. Другие города уже давно показали, что она украинская. Но у нас застой. Поэтому была такая инициатива. Скинули все по 100 рублей. Кто в 100, кто в 50, кто что мог дать. Когда планируете закончить? Планируем завтра. Сегодня будут уже первые цветочки. Уже будут нанесены цвета определенные. Будут желто-блокитные буквы. Белый фон. Звезда гореть будет. Мы решили сегодня этот день посвятить. Для того, чтобы сделать... Чтобы все-таки мы часть Украины. Энергодар это Украина. Я планировал сегодня прийти с семьей. Ну, как бы, ну, немножко планы поменялись. Поэтому... А так, да, конечно, и супруга имела желание, и сын. Переходился патриотизм, я так думаю. Вот поклик. Поклик сердца. Все-таки перефарбовать наше место и Украину. В наши национальные колоры. Кольор неба, пшеницы. Наш муж в командировке вчера был. Проезжал мимо стелы. Сам себе подумал, надо предложить кому-нибудь. А сегодня вот, я не знаю, Андрей, да, зовут? Вот мужчина в шарфике. Вот он звонит нашему папе, говорит. Вот так и так, не хочешь покрасить. Мы решили приехать. Не раздумывая, пришли, да? Тем, кто собрался придать стеле патриотичности, предстояло сделать много работы. Вооружившись необходимыми инструментами, энергодарцы принялись за дело. Почти два дня под палящим солнцем патриотичным настроенные горожане потратили на то, чтобы надпись с названием нашего города обрела желто-голубые цвета украинского флага. Евгений Разиков, Олег Сырокин, НТВ.